Добрый вечер всем, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, что Центр журналистских расследований приветствует вас в эфире телекомпании. Черноморская социальная краина. Мы продолжаем тему гражданской блокады Крыма. В студии у нас обещанный в начале сегодняшнего эфира Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, который представляет блок Петра Порошенко и более того является одним из заместителей главы фракции блока Петра Порошенко. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, Алексей, вы внесли буквально вчера в Верховную Раду еще один, уже пятый по счету законопроект, который предполагает отмену закона о создании свободной экономической зоны Крым, против которой, собственно говоря, сейчас против этой зоны и стоят люди на административной границе с оккупированным Крымом. Чем ваш законопроект отличается от тех, которые уже зарегистрированы, но, тем не менее, уже в течение этого года не рассматриваются? И не означает ли это, что Петр Порошенко, в конце концов, сказал свое слово, вернее, сдержал свое слово, которое он давал Джамилеву и Чубарову почти месяц назад относительно того, что эта зона будет скасована? Спасибо за ваш вопрос. Я, во-первых, хотел бы сказать, что мы уже не один месяц занимаемся этой проблематикой. Вы не сказали, но я также был инициатором создания, и так получилось, главой межракционного объединения Крым стал. Я просил Мустафу Джамилева возглавить ее, но он сказал, что у него много занятости, он не успевает справиться с тем, что есть. И поэтому, знаете, как инициатива наказуемая. Раз ты приходишь с такой идеей, ну давай тогда сам и занимайся. И став возглавием межракционного объединения Крым, мы постарались вести какую-то деятельность, насколько можем. Это у нас нет секретариата, это неформально. То есть по регламенту это не то, что, знаете, как фракция или комитет. Это совершенно другой уровень. Но все-таки мы постарались занимать активную позицию. Мы добивались создания государственной службы по вопросам в основной республике Крым. Мы добились этого. Это там у нас заняло несколько месяцев. И в том числе мы инициировали комитетские слушания, которые прошли в Комитете по местному самоуправлению государственной политики, государственному строительству и региональной политики, где я являюсь секретарем. Эти слушания состоялись в мае месяце. И на них мы приняли рекомендацию отменить закон о свободной экономической зоне Крым, поручить Кабинету министров разработать новый закон, который предусматривает, скажем, все хорошее, ну и в период которым мы не помогаем России содержать и держать нашу территорию, оккупированную Крымом. И поэтому мы еще тогда это внесли, отправили на все инстанции. Там и президенту было, и Кабинету министров всем, во все фракции. К сожалению, с того момента ничего не произошло. И поэтому сейчас, когда уже началось, потом мы вместе с нашими коллегами, они тоже входят в межакционное объединение Крым, Арифат Чубаров и Мустафа Джамилев, когда они планировали вот эту акцию по гражданской блокаде Крыма, мы тоже собирались, мы их поддержали, и тоже наше межакционное объединение поддержало эту инициативу. И вот мы опять надеялись, что вот сейчас придет там закон, и вот что-то случится. К сожалению, опять это не произошло. И поэтому мы действительно, президент сказал, что это надо отменять, и я как народный депутат разработал такой закон, он очень простой, и, наверное, он отличается тем, что мой закон самый простой. Он состоит из фактически одного пункта, который говорит о том, что отменить закон, признать его утратившим силу о свободной экономической зоне Крым. Конечно же, такое решение должно... Вместо него. И вместо него должен быть разработан новый закон. И, конечно, такое решение, оно потребует немедленного работы Кабмина, чтобы он, ну, собственно говоря, этого мы и хотим добиться. То есть на сегодняшний день Кабмин просто игнорирует наше мне однократное обращение комитетских слушаний, народных депутатов, общественности. Ну, то есть сегодня нет, по-моему, в стране ни одного человека, который может сказать, что закон о свободной экономической зоне Крым удачный. Ну, что вы говорите, все, кто получает там сверхприбыли, считают, что он суперудачный. Да, но они молчат, я говорю о тех, кто говорит. Поэтому все эти месяцы, что вы ждали, что закон сам придет, а он не приходил, именно поэтому его очень хорошо охраняли, этот закон, и продолжают охранять. И вот такая коллизия даже возникла вчера буквально, что ваш коллега по депутатской фракции, блока Петра Порошенко, более того, тоже заместитель главы этой фракции, более того, близкий партнер и друг даже президента Петра Порошенко, отвечая на вопрос наших коллег, сказал, что если этот закон будет отменен, о свободной экономической зоне, таким образом Украина признает, что Крым уже не украинский. Давайте послушаем это, что называется, с первых уст. Отмена законопроекта о свободной экономической торговле с Крымом, по сути, де-факто, означает, что мы отказались от этой территории. Поэтому здесь нужно искать какие-то другие политические конструкции, еще раз говорю, для того, чтобы с одной стороны усилить там то давление, которое там и обозначить те позиции, которые есть по крымским татарам, да, там и те притеснения и репрессии по отношению к ним. С другой стороны, я еще раз говорю, что на этой территории живет наше население, живут граждане Украины, которых мы хотим вернуть, а мы хотим их вернуть. Поэтому вопрос сложный, еще раз говорю, тут требуются консультации на высшем уровне и требуется взвешенное политическое решение. Итак, Алексей, объясните же, что такое? Фракция Блока-Порошенко говорит разными голосами? Вы, у вас не согласованные позиции? Или Петр Алексеевич на самом деле не хочет отменять этот закон, но про это вы не знаете, а его близкий партнер знает? Во-первых, у нас на фракции не обсуждался этот вопрос и нет решения фракционного. Во-вторых, я уверен, что Игорь Витальевич, вопрос ему был задан, так, я думаю, захопыв его, и я не думаю, что он имел в виду, что этот закон не надо отменять. Я думаю, что он имел в виду, что нам необходимо все равно принимать какие-то законодательные акты, которые регулируют экономические взаимоотношения с Крымом. И именно в этом была его логика. Поэтому я бы трактовал его слова именно таким образом. В принципе, еще раз могу вам сказать, я общаюсь с своими коллегами народными депутатами, я пока еще не видел ни одного народного депутата, который хоть чуть-чуть в этой теме, и кто поддерживает этот закон, и кто говорит, что нет, вот он должен существовать в таком виде, в каком он есть на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что этот закон будет отменен, или он будет изменен. Я очень надеюсь, что те пять законопроектов, в том числе мой, которые предусматривают отмену этого закона, они подтолкнут этот процесс. Более, ну самый, конечно, главный толчок, это дали люди, которые сегодня на морозе находятся на административной границе с оккупированной территорией Крыма, потому что они делом доказывают свою позицию, и фактически они делом сегодня отменяют этот закон. Но то, что они делают, они фактически делают этот закон неработающим, нерабочим. И поэтому очень надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки увидим новый проект закона, регулирующий экономические взаимоотношения с Крымом, мы его примем в ближайшие и кратчайшие сроки, и снимем эту тему. Мне очень хочется в это верить. Ну, вы знаете, больше всего подтолкнуло бы, наверное, не иное количество законопроектов, которые подаются в сессионный зал, потому что, по-моему, уже все фракции отметились, теперь включая фракцию блока Петра Порошенко. Но, тем не менее, все стоит на своем месте. Какая-то там комиссия во главе с советником президента Александром, хотела очень быстро сказать фамилию, Данилюком, да, якобы нарабатывает вот этот законопроект, никак не может его не наработать. И, судя по той информации, которую мы имеем, все очень пошло по большому кругу. Там уже разрабатывается вот то, что вы хотите поручить Кабмину разработать, то есть новые правила взаимоотношений экономических с оккупированной территорией Крыма. И это может затянуться надолго, потому что сейчас прицепом пойдет изменение в налоговый кодекс, прицепом изменения в бюджетный кодекс. Хотя мы советовали, имею в виду экспертное сообщество, и журналисты советовали, чтобы из трех пунктов состоялся его закон. Кроме тех двух, которые вы перечислили, был еще третий пункт, который, скажем так, снимет вопросы по отмене налогообложения для юридических и физических лиц, которые находятся на территории оккупированного Крыма, и перенести абсолютно живую, вменяемую статью 15-ю, из старого закона, в законопроект, которым будет закон АСС отменяться. Это 15-я статья. Но, тем не менее, самым быстрым все-таки было бы, наверное, подача президентского проекта, как неотложного, и тогда бы, наверное, уже и ваши фракции, и другие фракции действительно бы видели, что эти намерения, ну, не голословные, по крайней мере. Но этого не происходит. А в это же время на территории Крыма идет то, что называется обратка, да? Ответка, вернее. Мы наблюдаем усиление давления на граждан Украины, которые не согласны с аннексией, которые сегодня мешают сделать окончательную зачистку на территории Крыма от всех неблагонадежных, от всех несогласных. И на этой неделе, к сожалению, мы увидели жуткие общедействия представителей спецслужб в отношении нашей коллеги, Лили Буджуровой в отношении руководства телеканала АТР бывшего и в отношении родственников Ленура Ислямова. Киев молчит. Киев не молчит. Но, понимаете, принять очередное заявление Верховной Рады о том, что необходимо прекратить преследование, там, репрессии в отношении проукраинских граждан Крыма, мы принимали их уже много. Мы обращались в Совет Европы, Организацию Объединенных Наций, Европейский суд по правам человека, Европарламент. Ну, я не знаю, куда еще обратиться, но... Никуда. Чубаров предлагает обратиться в Минтопэнерго и отключить на пару дней свет. Ну, это интересное предложение. Но давайте, понимаете, говорить о следующем, что мы, к сожалению, тоже завязаны с Российской Федерацией, в том числе энергетически. Да, это единая энергосистема. По тем данным, которые имею я, я не являюсь специалистом в Минтопэнерго, это не моя сфера, но по тем данным, которые имею я, энергоснабжение Харьковской области тоже может быть отключено Россией, если они пойдут на обратные, ну, скажем так, на зеркальные действия. Кроме того, мы закупаем в Российской Федерации топливо ТВЭЛы для атомных электростанций, которые обеспечивают там очень значимую часть украинского энергопотребления. И переориентировать наши атомные электростанции быстро на другой вид топлива, который есть еще и его производят Америка и Франция, это непросто, это технологически сложно. Поэтому мы тоже завязаны, к сожалению, с Российской Федерацией. И отключив свет, там, Крыму на несколько дней, если нам отключат свет Харькову на несколько дней, ну, от этого не выиграет никто. Поэтому энергетическая блокада звучит хорошо, а в реальности Украина к ней не готова. Это моя точка зрения. А почему Украина не готова? Почему Украина этот год, который прошел, для того, чтобы не быть завязанным и быть зависимым от России во всем, начиная с дополнительной генерации и заканчивая ТВЭЛами, хотя их действительно можно закупить. И, насколько я знаю, эта работа началась, ну, вот, буквально последние месяцы, да? Это потребует время. Это потребует время, но его можно сократить. И мы знали об этом полтора года назад, что для нас в ситуации с войной, пребывая в состоянии, по сути, войны с Российской Федерацией, нужно максимально снизить зависимость и по энергетическим, в энергетической сфере, и в других сферах. Но ничего этого не было сделано за год. Ну, я бы не сказал. Все-таки энергетическая... Мы ходим с худшими, как говорят эксперты, сейчас возможностями. Начиналась все-таки у нас совершенно, самая главная зависимость, это газовая зависимость у нас от России. И она в значительной степени снижена. И сегодня во многом, может быть, и благодаря там каким-то изменениям в промышленности, того, что сегодня не потребляет и близко столько промышленности, сколько она потребляла в момент экономического роста. Но все равно происходят мероприятия по энергосбережению. То есть нельзя сказать, что Украина не сделала ничего. Но и нельзя сказать, что Украина сделала достаточно. Это правда. Я бы говорил более широко. Понимаете, мы сейчас говорим с вами о деталях. Вот там энергетическая зависимость. Все это требует по-хорошему единого документа. Там, например, стратегия деоккупации Крыма. Его когда-то делал, да, там, Майдан за кордонных справ или какие-то другие общественные организации. Но до сих пор подобного документа... А разве только деоккупация Крыма требует снижение зависимости от России? Много чего требует. Крым больше о Крыме, а там соотношениях с Крымом энергетической блокады или нет. Крым это частность в этом плане? Но я считаю, что это частность Крым требует отдельного решения о том, как Украина себя ведет с Крымом. С этой проблематикой. И это решение должно быть принято в виде государственной программы на уровне Совета национальной безопасности и обороны. У него должна быть часть открытая для общественности. У него должна быть часть закрытая для общественности. То есть, что мы делаем. И эта стратегия должна выполняться. Вот там должны быть пункты о том, что мы уходим от зависимости энергетической, а значит развязываем себе руки для того, чтобы действовать в отношении Крыма. Надо же продолжить, что, к сожалению, этот инструмент у нас тоже не вечный. Россия там тоже ведет работу, насколько мы знаем, по строительству, в том числе, и каких-то теплоэлектростанций, какой-то генерации в Крыму, которая позволит заместить потребление, которое приходит сегодня из Украины. То есть, ту энергию, которая приходит сегодня из Украины. Поэтому мне кажется, что да, мы отстаем. Знаете, как Министерство по Крыму было создано России, по-моему, 17 марта 2014 года, а мы в муках создали государственную службу, которая там вообще, на самом деле, мизерная, по Крыму, в муках. И я вам скажу, мы много реально на это потратили время, депутаты из Министерства и Министерства обедения. Так мы ее создали спустя год. Да, и Арсений Петрович сделал все для того, чтобы этот, ваш титанический труд вообще не приносил никакого КПД. Потому что это служба без функционала, без ресурсов, без ничего, без нормального кадрового обеспечения. И вообще она сама по себе, ее там журналисты квест устраивают, ищут. Но все-таки я вернусь к этой связке. То есть зависимость Крыма от поставок с материка и использование этой зависимости как инструмента, как механизма для борьбы за права наших граждан на территории Крыма. И, к сожалению, в этом плане ничего не делается, зато оставляется время России, нашим ничего не делаем им, в том числе и в плане обеспечения независимости от России энергетической. Мы оставляем ей время для того, чтобы она подготовилась к тому, чтобы быть независимой от поставок с Украины. Мы вспомнили сейчас то, что Россия строит так называемый энергомост. Ну, энергомост сказано громко, но, тем не менее, мы видим, что к концу года может быть под нотом пролива все-таки кинут кабель, который, хотя, по крайней мере, для перетока атомной энергии в Крым генерал электроэнергии, я имею в виду, с атомной электростанции, там переток для того, чтобы связать с системой Краснодарской и с Крымской. Вот. Но, тем не менее, мы продолжаем и будем продолжать напоминать власть и вам, в том числе, Алексей, о том, что в Крыму есть политические заключенные, что в Крыму есть, я бы сказала, даже политические пленники, потому что все-таки состояние войны. И именно поэтому по-украински политичный брань отличается от политических заключенных все-таки. Да, это правда. Очередной сюжет наших крымских корреспондентов в эфире программы «Вопрос национальной безопасности». Политические пленники. 26-летний Мустафа Дегерменджи один из трех политзаключенных, которых содержит СИЗО по делу 26 февраля за участие в многотысячном митинге, который состоялся за сутки до начала оккупации Крыма, во время которого возникли стычки с активистами Аксуновского русского единства и казаками. Более года спустя, в мае 2015-го, Мустафу задержали по дороге на работу в селе Грушевка под Судаком. Он ехал в машине с мамой. Она помнит все подробности этого, как считает, показательного задержания. Микроавтобус становится прямо поперек нашей бетонки, сзади нас поджимает еще одна легковая машина, выскакивает 8 человек вооруженных в черных масках с наручниками, в общем, с автоматами, вытаскивают сына у меня с машины, я выбегаю с той стороны, что вы делаете, они ему бьют по колене палкой, прикладывают его к капоту, начинают его там обыскивать, я кричу в чем дело, они, значит, мне дают постановление в руки о задержании. Я говорю, на каком основании мне один из этих следователей говорит, что он преступник, я говорю, в чем его преступность, он мне говорит, в том, что он участвовал на митинге 26 февраля. Мустафа был доставлен в Симферополь в Следственный комитет России, на следующий день суд вынес постановление о его аресте на два месяца. Для всех родственников, знакомых и соседей семьи Дегерменджи произошедшее было полной неожиданностью. Мустафу здесь все знают, как уравновешенного, спокойного и порядочного человека. Он, закончив вуз, работал торговым представителем и помогал семье. Его отец находится на инвалидности. Алия Ханум собрала целую стопку характеристик для следствия. Соседи, работодатели, даже местные участковые отзываются о Мустафе только положительно. 26 февраля 2014 года Мустафа вместе с отцом находились в Симферополе на митинге, который совместно проводили меджилисты русско-татарского народа и русское единство. Как рассказывает Алия Дегерменджи, сын просто не мог принимать участие в противостоянии и стычках. Мустафа у меня в основном был с отцом, потому что когда началось вот это волнение, там, муж у меня, он осматик, и от того, что пошла давка, ему стало плохо, он начал задыхаться, вот, и благо, сын находился рядом, и он его из толпы, есть видео, которое мы дали адвокату, которое мы хотим приобщить к делу. Вот. После того, как он отца вытащил из толпы и сюда, значит, посадили его на бетон, тут начали со стороны все давать лекарства, потом они пошли до скорой помощи, где там оказывалась помощь, вот, и они утверждают, что именно в тот момент, когда, так как они хотят с двух до шести, якобы он участвовал в этих массовых беспорядках, хотя он увез мужа моего на квартиру к дочери, где непосредственно отцу оказывалось помощь. Сказали, что якобы по указке Чейгоза мой сын организовал давку и сам отошел в это время в сторону и наблюдал со стороны, оказывается. На видео, снятом во время митинга видно, как Мустафа после начала волнения и давки выводит отца из толпы. Видео было передано адвокату, должно было быть приобщено к делу, но это никакого результата не дало, видимо, и не могло дать. Следствие, по словам родственников, прямо предлагает Мустафе сделку условный срок в обмен на показания на заместителя главы Меджилиса Ахтема Чейгоза как организатора беспорядков. Требует от него с первых дней требовали, чтобы он признался в том, что он не совершил, и чтобы дал показания против определенных лиц, против Чейгоза. Сын мой и на суде сказал это, что следователь заставляет его дать показания. Он не так воспитан, чтобы брать то, что не совершал. И это на протяжении всего следствия длилось. Все время ему говорили, признаешься, будешь сотрудничать со следствием, мы тебе условно дадим. Это открытым текстом говорилось ему. Как еще там у них идет их метод, я не знаю. Сказать, что этот, его пытали, нет. Такого нету. Ну, морально хватает. Дело Мустафы Дегерменджи уже насчитывает 24 тома. Было проведено более 10 судебных заседаний. Арест продлевали несколько раз, аргументируя это возможностью обвиняемого скрыться или оказать давление на свидетелей. 3 ноября Киевский районный суд Симферополя в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей до 19 ноября. И после этой даты в семье Мустафы чудо не ждут, но знают, что даже если ему придется понести реальное наказание по предъявленным обвинениям, совесть его останется чиста. Сегодня на суде когда ему дали слово он сказал ну добавить к словам адвоката нечего я говорю единственное что могу сказать что семья для меня важна и я никуда не уехал бы и я не уеду потому что здесь моя семья я горжусь своим братом и не только им я горжусь вот тем же Ахтемага этим парнем Али за их вот этот непокоренный дух будем так говорить что они вот такие что они не сдаются они не изменяют своим принципам семья Дегерменджи познакомилась и поддерживает связь с родственниками еще одного политзаключенного по делу 26 февраля Али Асанова он находится в СИЗО больше полугода дома осталась жена и четверо детей младший из которых родился всего несколько месяцев назад когда Али уже был под арестом семьи созваниваются и поддерживают друг друга первый познакомился муж он присутствовал на суде ну чтобы понять за что обвиняют его за что обвиняют нашего сына на суде он познакомился с его отцом с братьями с женой ну и как-то одним вечером предложил нам ну давайте съездим проведаем эту семью познакомимся такие у него забавные детки сыночек средний очень на него да как бы похож похож доченька старшенькая такая хорошая просто ну смотришь как бы жаль детей то что ну как бы дети вот в таком будем говорить маленьком возрасте видят ну отца за решеткой в наручниках ну а малыш родился вообще не видел да прям на суде в день суда когда ему продлевали у него жена родила маленького сыночка в следующий раз родственники Мустафы Дегерменджи и Али Асанова встретятся 19 ноября в Киевском суде Симферополя на эту дату назначены очередные заседания по делу всех троих политзаключенных включая и Ахтема Чайгоза Итак Алексей если мы не можем с помощью зависимости Крыма от поставок продовольствия от поставок электроэнергии от поставок воды поставить в зависимости сегодня оккупационной власти Крыма и России для того чтобы защищать права граждан Украины тогда каким образом это можно сделать действенно Вы знаете если бы я знал какой-то тайный рецепт и у меня было некое тайное знание я бы конечно его уже давно реализовал или поделился этим рецептом я понимаю что Украина сегодня ну вот один из способов это блокада экономическая которая происходит других честно говоря механизмов влияния на Российскую Федерацию я на сегодняшний день очень вижу мало потому что это же касается не только Крыма в целом ситуация по Украине то что происходит на Донбассе мне кажется что Украина должна обеспечивать если уже мы так говорим широко самое главное это сохранение экономических санкций против России потому что по большому это самый действенный способ влияния на Российскую Федерацию и думаю что нужно связывать сохранение и ужесточение по возможности санкций с ситуацией с гражданскими правами и свободами и в том числе на территории оккупированного Крыма наверное это единственный путь потому что это единственный инструмент который для России значим военные инструменты не работают в случае с ядерной державой и мы понимаем ситуацию юридические механизмы с ними не работают тоже по понятным причинам ну моральных я просто промолчу поэтому наверное вот только санкции и связывать санкции с тем что происходит в Крыму вот так мгновенное применение этого инструментария да санкционного персонального я думаю что по хорошему нам нужно добиваться допустим пришли к Бужуровой с обыском на следующий день СНБО принимает решение и в течение нескольких дней решается вопрос абсолютно верно о каких-то санкциях в отношении этих лиц которые конкретно осуществляли и не просто СНБО потому что это я боюсь их не сильно напугает а дальше есть процедура в законе о санкции мы не можем ее обойти конечно но дальше необходимо обращаться к нашим европейским западным партнерам прося расширить санкции в отношении этой группы лиц в отношении этих компаний в отношении то есть вот только через санкции чтобы они понимали что каждое проявление политической репрессии будет наказано вот этой болью а единственная боль которую они понимают это экономическая я не вижу другого способа я его не знаю экономическая особенно та которая касается в том числе частного бизнеса и в том числе конкретных людей которые хотят ездить иметь получать и так далее да я с вами абсолютно согласна но как-то ну не вот не движется в этом направлении работа вы смотрите если еще прокуратура АРК воссозданная в Киеве работает хотя там всего 6 следователей мы понимаем себе объем работы которые они физически просто могут там делать то главка СБУ до сих пор не воссоздан главка МВД ни шатка ни валка там где-то существует Катеринчук Катеринчук остался таким образом в Одессе скажем прямо да вот что там происходит мы не имеем никакой информации кроме того что нам удалось в первые дни после его назначения все-таки информацию услышать что они там вот образуются как идут расследования по политическим заключенным ведь мы смотрим процессы дела Сенцова дела Савченко да в прямом эфире вы видели хотя бы один судебный процесс в отношении тех лиц которые здесь ну были скажем так арестованы за участие военных действиях либо лиц заочно осужденных за преступления против наших активистов против журналистов против государства Украины в конце концов ни одного процесса вы не вспомните так может власть все-таки в этом направлении поработает наконец-то результативно очень бы хотелось бы этого Вальдина я каждый человек отвечает за себя я не стою в стороне от проблематики Крыма хотя я не крымчанин я не родился в Крыму я не вырос в Крыму у меня там есть какие-то корни но я просто мне эта тема болит я везде где могу там что-то делать я рассказал я рассказал о том что сделано давайте вы подадите депутатский запрос я журналист из службы безопасности и через неделю расскажем давайте давайте сделаем это вместе я с удовольствием готов более того я вам скажу мы когда тоже такой факт интересный когда мы начинали работу международного объединения мы пригласили общественные организации разнообразные которые занимаются проблематикой Крыма говорили подписали меморандум и мы говорили пожалуйста то есть мы многие вещи не знаем может быть вы нам подскажете мы готовы писать запросы проекты законов мы можем это делать вместе с вами ну вот вы лукавитесь я не лукавлю потому что первым пунктом в февральском этом меморандуме стояла отмена закона АСС это правда сегодня у нас ну и мы для этого что могли сделали мы писали и обращения и проводили комитетские слушания и сегодня внесли проекты законов и проект закона внесен не только мной но и другими членами нашего институционного объединения то есть Ириной Сусловой была как автором и так далее то есть сейчас понимаете инструментарий народного депутата не так широк как может показаться со стороны вот сегодня мы проинициировали опять же наше институционное объединение лично я занимаемся тем чтобы состоялись парламентские слушания по Крыму ведь это удивительно вы знаете что за все это время за полтора года с момента оккупации Крыма у нас ни одних парламентских слушаний не было проведено по ситуации не было но вот это мы можем это сделать мы этого добиваемся вот там на февраль вроде предварительно они там записаны но к ним должна была быть процедура перед ними комитет перед ними был комитет слушание мы их провели хорошо Лисей к сожалению время заканчивается у меня предложение вам встречное еще одно я предлагаю вам еще раз собрать и крымские организации и ваше межфракционное объединение депутатское и возможно представителей в структурах исполнительной власти потому что действительно время подошло необходимо обновить и тот меморандум я думаю я с вами согласен и наверное оперативность работы по этим пунктам спасибо вам огромное спасибо вам за приглашение Алексей Гончаренко лидер межфракционного объединения Крым Верховной Ради Украины и зам главы парламентской фракции блока Петра Порошенко спасибо огромное что пришли разъяснили нам вашу тактику относительно закона проекта чтобы никто наивно не думал что это проект Петра Порошенко обещанный это проект Алексея Гончарова спасибо вам большое Гончаренко ой Гончаренко извините спасибо вам большое и прощаемся мы традиционно свежими расследованиями проекта следствова инфо сегодня вы посмотрите наше расследование расследование центра журналистских расследований которое называется Хэнде Хох о всевозможных оборудках которые происходят с кредитованием покупки этого теперь скандального производителя европейских автомобилей и также расследование которое называется ВИСК Дэрэбан сервис о том каким образом живут чиновники как хорошо и счастливо живут чиновники которые занимались продажей военного имущества увидимся в четверг будьте здоровы и информированы всего вам доброго скандали концерну Volkswagen не уминают и Украину однако тут судятся не через шкодливые викиды а через кредитные махинации до которых на думку автовластников далися местные представители немецкого концерна как заплатить за автівку в три дорого а потом ходить пешки в репортаже Валентина Самар все клиенты пешки пешки кредитного майдану на щемесячного спектакля с початком войны на Донбассе, яка остановила и бизнес Миколы. Его тротуарная плитка уже никого не цікавила. Выставленные рахунки выглядят космично, каже Микола. Кровь в щемесячных платежках сягав 100 тысяч гривен. Волнение в городе. 11-го на референдуме погибло несколько человек. Мой бизнес завязан на строительстве, и люди в этот период не строились. В августе у меня не было дохода, нечем было платить даже 5 тысяч. А счета приходили все больше и больше. Взагалі-то держава спробувала подбати про те, аби її громадяни із зони АТО були звільнені від штрафів і пені за кредитними зобов'язаннями. Закон прямо забороняє їх на рахування мешканцям або переселенцям із населених пунктів, перелік яких встановлює уряд. І Кабмін такий перелік встановив. Але вже за 5 днів дію постанови призупинив, пробивши в законі дірку і позбавивши громадяни зони АТО його захист. Володимир Яковлєв – директор і власне підприємства, яке 2011 року за договором фінансового лізингу придбало Ауді А5, що коштувало близько 48 тисяч доларів. На сьогодні підприємство виплатило уже 63 тисячі доларів. А машину арештували через заборгованість, яка, вважає Володимир, була створена штучно. Задовженість 16 тисяч гривень просто сміхотворна. Виглядить по тримаю з тими цифрами, які ми платили і які ми вже заплатили. Нам виставляли доп. доп. депо лігерсній юридичніх доп. кожний місяць. І коли ми робили платежи ежемісячно, спинаювали ращее тідео на юріуслуги, а потім спинаювалось тіло кредита, пені і так далі. Есть порядок, чёткий порядок, прописан в законах, списание задолженности. Наступный этап схемы – стягнение заборгованости через примусовое выложение автомобилей. Это можно сделать без суду, шляхом выполнения нотариусом виконавчего написа. Но только в одном случае, если заборгованность безспирна. В случае зловживания мы имеем механизм отривания надприбутку. Позрачники Porsche Mobility и Porsche Leasing утверждают, что в их случаях заборгованность была спирной, однако не перевіряла с нотариусом. Порше у этих справах користуется послугами усього кількох нотариусів. Например, на рахунку нотариуса Андрія Хижняка сотні таких виконавчих написей. Він відмовляється впустити нас до своєї контори для интервью. Не хочу, у вас настрій я відчуваю, думаю, що я буду чорний нотариус. Згодом нотариус все ж виходить, однако говорити на камеру не хоче. Тож, відповідь на ключове питання, чи удостовірився він у безспірності боргу перед тим, як вчинити, за його ж словами, 300 виконавчих написів для компаній Porsche Finance Group, подаємо з телефону і розмови. Нотариус перевіряє безспірність виключно за наявності документів. І він не зобов'язаний навіть брати калькулятор і перераховувати ті циферки, які там зазначені. Суди, які приймають рішення зараз на користь позивачів. Вони неправильні, вони скасовуються. Ну чого, деякі вже вступили в силу? Деякі вступили в силу, ну, і ще раз кажу, послухайте, нотариус, ну, навіть не нотариус, ну, вступили в силу, що далі? От що далі? Ну, на голову на чинності. Я вам скажу так, Валентина, взяв кредит, будь ласкавий його, поверни. І не роби людей винними в тому, що ти не думав головою перед тим, коли ти читав, чи хотів в лапках бути крутим. Другий елемент ймовірної схеми. Боржники не повинні навіть здогадуватися про те, що нотариус вже вчинив виконавчий напис. Про його існування вони дізнаються тоді, коли автомобіль будуть примусово вилучати інспектори ДАІ чи колектори. В один прекрасний момент я уехала в командировку, і мене тут звонять, кажуть, а машину нашу арестовали. Ісполнитель говорить, що машина арестована, тому що произведена була надпись нотариальна, о которой я ни знову, ні духом. О тому, що у мене машина в розыскі, я узнала совершенно случайно. Коли ми почали судитися, вже третє засідання проходит і закінчується о тому, що цього нотариуса, який віддав цю нотариальну надпись, ми просто не можемо знайти. Тобто і сам суд, і, оказываються, самі представники Порща просто не знають, де він зараз знаходиться. Наступна деталь, без якої схема не могла б спрацювати. Отримавши нотаріальний напис на стягнення заборгованості, кредитор звертається в орган Державної виконавчої служби не за місцем проживання боржника, за яким щомісяця виставляє рахунки, а якось навмання. У випадку Володимира Яковлєва, що мешкає в Одесі, це була Буча, а Миколи Головка із Красноармійська чомусь Кременчук. Це, бачимо, одна із цепочек ось цього преступного, скажімо так, зговору, щоб я не встиг доїхати швидше, ніж доїдуть люди з Києва і перепишуть автомобіль на себе. Що відбувається з автівками потому? Вони продаються повторно. На прикладі Володимира Яковлєва можемо бачити, що для кредитора такий фінал історії може бути дуже вигідним. Отже, Ауді А5 на момент підписання договору коштувала 48 тисяч доларів. За неї з відсотками було заплачено 63 тисячі доларів. Для повернення її продали за аукціону, за словами Володимира, не менш, ніж за 30 тисяч доларів. Бо незабаром її продавали іще раз – за 32 тисячі. Але Порше Лізинг через суд вимагає за свої збитки ще 350 тисяч гривень. Ми бачимо ідеальну схему отримання сверхприболів. Перше – на етапі практично вже виплаченого кредиту створюється звичайна задовженість. Вторе – знімається автомобіль. Третье – автомобіль реалізується на вторичному ринку. І четверте – виставляється іск за випущену вигоду. В моєму конкретному випадку ця цифра составила 1 мільйон гривень. За тиждень до виходу цієї програми «Слідство.Інфо» звернулося до керівництва «Поршефінансгруп» із проханням про інтерв'ю. Однак її очільник Андреас Целер повідомив листом, що надати відеокоментар не може через наплужений графік. Натомість обіцяв письмово відповісти на питання, якщо нас влаштує такий формат. Питання ми відіслали, відповіді на момент здачі програми до ефіру не отримали. Але якщо вона надійде, розмістимо у онлайн-версії матеріалу. Право на відповідь у «Слідство.Інфо» завжди гарантоване. Тисячі волонтерів підтримують українську армію. Адже в момент нападу Путіна з'ясувалося, що українські солдати не мають найнеобхіднішого – білизни, амуніції, бронежилетів. Бували випадки, коли пенсіонери передавали останні гроші волонтерам для підтримки українських солдатів. А в цей час під Києвом, в елітному котеджному містечку, живе людина, яка прямо причетна до того, що на момент нападу наше військо залишилось голе і босе. У 2008 році подружжя Терлецьких купило ось це приміщення у Львові у державного концерну «Вість Торксервіс», підпорядкованого Міністерству оборони України. За майже 600 метрів квадратних заплатили півтора мільйони гривень, взятих у кредит. Відремонтовану будівлю згодом здали в оренду. Зараз можуть її втратити після позову Львівської військової прокуратури від 2013 року. Вони встановили, що договір купівлі-продажу визнати нечинним і повернути вартість грошей, яких ми сплатили лоту. І майно повертається до Міністерства оборони. Терлецький не єдині, хто опинився у схожій ситуації. Це перелік понад 50 об'єктів, переважно у Західній Україні, які за позовами військових прокуратур Міністерство оборони хоче повернути у свою власність. Тож хто винен у тому, що спершу майно Міноборони продали, а через кілька років хочуть його відсудити назад? У 2005 році державний концерн «Військ Торксервіс» став правонаступником головного управління торгівлі тилу Міністерства оборони України. У час, коли українська армія переживала тотальний занепад, основним активом концерну залишалася нерухомість – магазини, склади, ательєт та лазні. Цей концерн займався торгівлею. Він надавав готельні послуги, надавав лазнево-пральні послуги, шив обмондирування для генералів і індивідуальні закази для полковників. У нас є дві оздоровчі бази. На жаль, зараз вже в концерні «Війсь Торксервіс» всі пральні комбінати просто знищені. У жовтні 2004 року тодішній міністр оборони України Олександр Кузьмук надає начальнику головного управління торгівлі тилу Петру Пукіру довіреність на право видавати висновки та дозволи на укладання договорів відчуження майна підприємств військової торгівлі. Як стає зрозуміло з листа Фонду державного майна до військової прокуратури Центрального регіону України, від 2013 року більшість об'єктів нерухомого майна «Бій Сторксервісу» було продано у період 2007-2011 років на Рівненський біржі «Прайс». У цей час для відчуження майна потрібен був розпорядчий акт рішення Міністерства оборони України щодо надання згоди на відчуження цього майна та погодження Фонду держмайна на відчуження. А їх не було. Відповідати на запитання слідства «Інфо» погодився син екс-очільника «Вій Сторксервісу» Петра Пукіра Олександра. З 1999 по 2011 роки він працював у концерні «Вій Сторксервіс». Зараз помічник-консультант народного депутата України від радикальної партії Василя Амельченка каже, що все в межах закону. Ну не концерн продає, і не «Пукір» Петро Деньківрош. «Пукір» Петро Деньківрош ні одного об'єкта не продав. Ні одного. Ніде підпису ви його не надаєте. У «Вій Сторксервісі» за час керування Петра Пукіра не лише продавали майно, але й здавали в оренду наближеним приватним структурам будівлі концерну. На початку 2012 року Петро Пукір підписує угоду про внесення змін до договору «Стов Інтерінвестгруп». Директором фірми є Зінченко Валерій Іванович. За дивним збігом обставин, він є батьком одного з працівників концерну – Зінченка Миколи Валерійовича. Законність цього факту ви вивчили? Не він передає, а суд передає. Рішенням іменім України було написано це все. Чого тут судить? Договір? Послухайте, договір судом було визнано у передачі цього майна. З угоди про внесення змін до договору випливає, що вартість майна філії номер три концерну підприємства «Віст Торксервіс» оцінили у 41 мільйон гривень. А «Інтерінвестгруп» віддають в оренду 88 об'єктів нерухомості по всій Україні. Сумарною вартістю майже 35 мільйонів гривень. А плату за оренду визначають на суму 347 тисяч гривень на місяць. Передали товариству «Інтерінвестгруп» об'єктів на порядка 90% від статутного капіталу. Заборгували вони нам 6 мільйонів. Товариства «Інтерінвестгруп» як такого немає. 6 мільйонів заборгованість дебіторська висить. Забрати ми не можемо. У квітні 2013 року тодішній очільник військ торгсервісу Юрій Черних здає в оренду фірмі «ДПА Компані» нежитлові приміщення площею понад 12 тисяч метрів квадратних у Києві за адресою провулок Бородянський, 3. У листопаді цього ж року керівником цієї компанії вже є син Пукера. До речі, зараз військова прокуратура проводить кримінальне провадження щодо підробки підпису та незаконного заволодіння майном. Це не черниха підпис? Це не черниха підпис. Це підроблений підпис? Це не черниха підпис. Засновником «ДПА Компані» зараз числиться Олександр Петрович Пукір. До нього її власником була невістка Петра Пукіра Юлія. До речі, з 2010 по 2012 рік вона теж працювала в концерні, де керівником був її тест. Статутний фонд компанії понад півтора мільйони гривень. Це була переуступка корпоративних прав. А хто вам переуступив? Предыдущий власник? Предыдущий власник. Я не маю права оглашати фамілию, потому що ви зараз поїдете к тому власнику. У травні 2015 року Господарський суд міста Києва визнає недійсним договір оренди між «ДПА Компані» та концерном «Вісторгсервіс». Однак сімейство Пукірів досі не покинули державних приміщень. Якщо ви хочете, подавайте в суд на примусове висловлення, тому що я не згідний. Я з своєї сторони зобов'язання виконував, то є орендну плату платив. То, що ви підписалися з своєї сторони, і потім я не пішов на ваші умови, а ви мене хочете відібрати бізнес, я не згодний, я буду боротися до останнього. У порівнянні з такою плачевною ситуацією з нерухомістю у державному концерні «Вісторгсервіс» у сімействах Пукірів, здається, все добре. Вони є власниками двох будинків ось у цьому котечному містечку, що у селі Стоянка, під Києвом. За даними ресурсу «Гарна хата», дружина Петра Пукіра, Людмила, у 2008 році купила ось цей будинок площею у 752 квадрати. Мати купляє, значить заробила, задекларувала, пройшла податкову перевірку. Я думаю, що там теж все прозрачно. Ну, який бізнес мати мала? Вона й до сьогоднішнього часу мала. А у 2013 році син та невістка Пукірів стають власниками ось цього будинку поруч із батьками. Його площа – 480 метрів квадратних. Ми його купили офіційно за офіційні гроші, за ті, що заробили. Ми не голі, не босі. Ми взагалі завжди працювали в торгів. Голей боса стала українська армія після того, як там попрацювали Пукір та наступники. І тільки завдяки підтримці волонтерів та простих громадян вона вистояла після нападу Росії. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!